Десятки ученых, работавших в четырех лабораториях Института профзаболеваний в Караганды, вынуждены были уволиться после резкого сокращения финансирования. Институт, единственный в стране, изучал влияние химических загрязнений внешней среды на здоровье людей, но почему-то оказался ненужным. Зулкияна Мазбаева сейчас консультирует пациентов в частной клинике. А ведь совсем недавно доктор медицинских наук с коллегами занималась изучением влияния вредных факторов окружающей среды на здоровье человека. Уже год как Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний присоединили к медицинскому университету. Госзаказ резко сократился. Сотрудники уволились. Из четырех лабораторий осталась одна, да и та занимается только мониторингом. А раньше ученые обследовали весь Казахстан. Выясняли, что именно ухудшает здоровье людей в разных регионах. Впервые мы доказали, что рост заболеваемости в Майкудуке, например, на 47% выше, чем в городе. Сустав заболел, заменим сустав. А причин-то не убрали. Мы, как биохимики, биофизики, которые занимаются ранней диагностикой, вот этих эколого-обусловленных заболеваний, ненужные оказались. Именно такие лаборатории могли бы сейчас выяснить, почему люди так массово заражаются коронавирусом. И почему у одних есть симптомы, у других нет, считает Зулкияна Мазбаева. В университете говорят, что рады были бы работать масштабно, но выигрывают только разовые гранты на отдельные проекты. Мы доподаем, например, на конкурс. Помимо нас участвуют и какие-то другие организации, ТО, ЧП, ИП и так далее, которые могут выиграть за счет демпинга цены. Такие у нас случаи уже также были. И потом обращаются уже к нам с тем, чтобы взять нас на субподряд. Большинство проектов рассчитано на срок до трех лет, и это не позволяет работать системно, говорят в университете. Для этого нужны изменения в законодательстве Казахстана. Мы направили запросы в Министерство образования и здравоохранения. Ждем ответа. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.